Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней, истории в наших тарелках. Вы, может быть, слышали уже мои рассказы о том, откуда на нашем столе взялись самые важные, самые вкусные, самые любимые вещи. Но то был аудио-подкаст. А мы сейчас попробуем сделать видео-версию. Это эксперимент. Впервые на нашем канале. И для эксперимента мы выбрали вещь, может быть, самую массовую, самую распространенную, самую успешную в не только гастрономическом, но и коммерческом смысле в 20-м и начале 21-го века. Сегодня про гамбургер. Конечно, мировая гастрономическая история полна всяких удивительных открытий. Но ровно так же она полна и банальностей. Ну, например, гамбургер происходит из Гамбурга. Что еще можно про это сказать? Ну, на первый взгляд, это так. На второй взгляд, на третий, на четвертый и на все остальные, это тоже так. Он действительно оттуда происходит. И, казалось бы, на этом разговор можно и заканчивать. Но нет. При ближайшем рассмотрении остаются кое-какие вопросы. Например, если гамбургер происходит из Гамбурга, то куда же он там делся? Его там нет. Вы приезжаете в Гамбург и обнаруживаете, что, конечно, там есть Макдональдс. Там есть всякие модные крафтовые гамбургерные заведения. Но это все какое-то импортное, какое-то привозное, в основном американское. А где традиционный местный германский гамбургер? Где? Его там нет. И его там никогда не было. Между тем, он действительно оттуда происходит. На самом деле, мы обязаны этим самым гамбургерам не самому этому городу, а одной конкретной компании. Компанией, которая называлась Хапаг. Это была гигантская, мощнейшая пароходная компания. Она была создана еще в середине 19 века, в эпоху парусного флота, в 1847 году. Потом развивалась, развивалась и к концу века стала гигантским, мощнейшим европейским перевозчиком людей из Европы в Америку. Она везла огромные массы эмигрантов. Мы с вами не очень задумываемся, как много народу переехало в Америку именно из Центральной Европы, из Германии, Австрии, Польши, Чехии, Швейцарии, ну и из Скандинавии тоже, из Голландии. И множество этих людей плыли через германские порты, в частности вот через Гамбург. И там процветал этот самый Хапаг. Кстати, компания существует до сих пор. В 70-м году, в 1970-м, она слилась с другой крупной немецкой компанией German Lloyd. Стала называться Хапаг Lloyd. И вот в таком виде существует по сей день в качестве одного из крупнейших океанских перевозчиков. Правда, специализируется не на людях, а на перевозках грузов в контейнерах. Но все равно очень мощная вещь. Надо сказать, что история путешествий через Атлантику – отдельный очень интересный сюжет. Регулярные перевозки начались довольно поздно. В 1818 году между Ливерпулем и Нью-Йорком стали курсировать более или менее постоянно, ну, примерно раз в месяц корабли. До того все было как-то очень случайно и ненадежно. Надо было приезжать в порт, искать какой-нибудь корабль, который направляется в ту сторону. Искать капитана, договариваться с капитаном, выяснять, есть ли у него место. В общем, это было довольно экзотическое приключение. А вот только в это время, в начале 19 века, все более или менее стало надежно и размеренно. А с середины 19 века появилось даже постоянное такое соревнование. Кто быстрее переплывет через Атлантику? Оно называлось «Голубая лента Атлантики». Вот этот самый трофей, за который боролись. Сражались за него в основном британские компании. Кунарт Лейн, Коллинз Лейн, Уайт Стар Лейн. Они строили специально для того, чтобы победить. Строили мощные, огромные по тем временам, быстроходные корабли. Тогда путь этот занимал для действительно хорошего судна дней пять. Ну вот рекордсмены добирались за четыре дня и там 17-18 часов со средней скоростью 22, 23, 24 узла. И вот в 1900 году в это соревнование ворвалась Германия. И ворвалась она ровно в виде компании «Хапак». И специально для этого дела построенного огромного корабля под названием «Дойчланд». Его спустили на воду в 1900 году. 27 тысяч тонн водоизмещения, 208 метров в длину. Британцам надо было чем-то отвечать. И они ответили, компания «Кунарт Лейн» спустила два на воду суперлайнера «Лузитанию» и «Мавританию». По 44 тысячи тонн. На тот момент они были не только самыми большими, но и самыми быстрыми кораблями в мире. Дальше, 910-й, 912-й год, еще одна британская компания «Уайт Стар Лейн» спустила супер-суперлайнеры на воду. Один назывался «Олимпик», другой «Британик», а третий «Титаник». Я думаю, вы про него немало слышали. Еще в планах был четвертый корабль под названием «Гигантик». Но его уж не стали строить после некоторых обстоятельств, случившихся с «Титаником». Эти корабли были по 52 тысячи тонн, 269 метров в длину. И казалось, что их не победить. Но «Хапак» победила. В 912-м году появился корабль под названием «Император». Он был 276 метров в длину, больше «Титаника». А чуть позже, в 913-м году, гигантский корабль под названием «Фатерлянд». 54 тысячи тонн, 290 метров. Ну, это было что-то невиданное. В конце Первой мировой войны, в 917-м году, этот корабль был отобран у Германии, передан Соединенным Штатам, его переименовали в «Левиафан», он еще долго плавал. Ну вот, эти корабли специализировались на перевозке людей между Европой и Америкой. Они, надо сказать, были довольно шикарные. Ну, вы все видели фильм про «Титаник», вы все видели альбомы, фотографии, читали рассказы про «Титаник». Действительно, это был плавучий дворец с потрясающими интерьерами, изумительной кухней, огромными многокомнатными каютами, прекрасной посудой, утварью, мебелью. Но помимо этой шикарной части был еще трюм. В трюме плыли сотни, а иногда тысячи людей. И это был третий класс, четвертый класс. И плыли они, конечно, эти люди в ужасных условиях. Очень тесно, почти невозможно выйти наружу. Темно, душно и, между прочим, голодно. Потому что плыть-то неделю. Ну, хорошо, ну, возьмут они, кто побогаче, с собой вареную курицу, а кто победнее вареной картошке. И какую-нибудь фляжку с чем-нибудь. И соль в бумажном кулечке. А дальше что? И вот эти компании, и прежде всего немецкая компания «Хапак», задумались о том, как подойти к делу комплексно. И «Хапак» тогда был первым, кто придумал бортовой рацион. В этот бортовой рацион входила, надо сказать, довольно низкокачественная пища. И, в частности, они стали делать такие огромные тефтели из очень плохого мяса. Все шло туда, всякие обрезки, третьесортные куски, перемешку свинина, говядина, чуть ли конина. Добавляли туда массу перца, лука, чтобы отбить странный запах этого всего. Все это перемалывали, запекали так до полуготовности. Потом набивали этим большие жестянки или такие бочонки. Заливали растопленным свиным салом. А на корабле, в огромных корабельных кухнях, разогревали это все. Добавляли какого-нибудь томатного соуса немудрящего. Отрезали кусок хлеба, и вот вам бортовой рацион этих лоукостеров. Ну, примерно то, что в современном мире вот эта знаменитая курица в пластмассовой мыльнице, которой нас с вами кормят, если кормят, на всяких дешевых рейсах. Эти тефтели назывались фрикаделли или фриканделли. Они были размером, такие, с кулак, большие довольно. И надо вам заметить, кстати, что это как раз традиционная вещь. Если вы сегодня окажетесь в каком-нибудь немецком ресторане в Гамбурге или в его окрестностях, то вы вполне вероятно найдете там эту самую фриканделли. Ну, она будет сделана, конечно, не из тухлых обрезков, а из какого-нибудь хорошего мяса. Но, в общем, такое блюдо в немецкой кухне существует. И вот дальше начиналось самое интересное. Когда корабль приплывал в Америку, а рейсы Хапага были в основном в Нью-Йорк или в Новый Орля. Они там даже построили специальные пирсы для приема своих пассажиров, для их сортировки, обработки, карантина, если нужно, оформление документов и прочего. Это была целая индустрия перевоза этих иммигрантов в Америку. Так вот, когда эти корабли приходили в Америку, выяснялось, что остатки этого рациона надо быстро распродавать, потому что срок годности совсем-совсем уже подходил к концу. И было известно, что когда вот такой огромный пароход приходит в порт, то в лавочках возле порта будут продавать вот эти вот мясные остатки, вот эти вот котлетища здоровенные. И люди бедные со всего города, со всего Нью-Йорка, например, в этот момент сбегались в порт для того, чтобы там буквально за копейки купить вот эти вот просроченные остатки. И оттуда, из порта постепенно это удивительное блюдо начало расползаться по Америке. Тем более, что к тому моменту Америка обладала одним замечательным изобретением. В 1845 году еще один многомудрый изобретатель по имени Джордж Коффман из Вирджинии зарегистрировал патент на свою усовершенствованную машину для колбасного фарша. Эта машина совершенно ничем не отличается от той совершенно обычной чугунной мясорубки, которая есть на кухне почти у каждого из нас. Вот с этим самым шнеком, крестообразным ножом, решеткой. Вот она ровно так устроена. Ничего с ней не случилось с 1845 года. Таких машин по всей Америке напродавали полно. Обрезков всяких и плохого мяса, и заветрившихся каких-то окороков, и колбас с истекающим сроком годности было сколько угодно. Можно было это все туда запихивать, превращать в фарш, и из него катать вот эти вот гамбургские бифштексы. Они уже так назывались по образцу вот этого вот, что продавалось в портах после прибытия немецких пароходов. И это стало довольно обычной штукой для всяких больших скоплений народу. Для разнообразных сельских ярмарок, таких базаров, городских уличных праздников. Правда, это продавалось довольно примитивным способом. Обычно был бумажный кулек. В него запихивали эту шарообразную котлету, сверху поливали томатным соусом, прибавляли к этому кусок хлеба, ну и вот, пожалуйста, тебе дешевая и быстрая закуска. С тех пор прошло больше ста лет. И американские историки много лет, и всякие маститы и авторы гастрономического нонфикшена очень подробно изучали историю вопроса, чтобы понять, кто совершил прорыв, кто превратил эту гамбургскую котлету в короля американского фастфуда. Самое прибыльное, самое массовое, самое распространенное скоростное блюдо американской, а теперь уже и мировой кухни. И конкретно, кому пришло в голову гениальное решение расплющить эту котлету в блин и сделать ее таким образом гораздо более технологичной. Вот теперь, похоже, что у нас есть ответ на этот вопрос. Хотя многие города за это спорили, из-за Гайо, Коннектикута, Айовы, Техаса. Но в апреле 95-го года губернатор штата Оклахома Фрэнк Киттинг, ну, Оклахома, скажу я вам, один из самых тоскливых и неинтересных в историческом и в туристическом отношении американских штатах, ну вот хоть что-то же должно было им достаться, досталось это. Так вот, губернатор Киттинг издал специальный указ, в котором постановил, что город Талса, это второй город по размеру в этом штате, единственная истинная родина настоящего гамбургера. И основанием для этого решения были архивные документы о том, что в 1891 году в этих местах жил некий фермер по имени Оскар Вебер Билби, известный среди соседей как Гранд Па Оскар, то есть дедуля Оскар. Он недалеко от своей семейной фермы при дороге построил киоск с лимонадом, надо сказать, с очень специальным и отвратительным лимонадом, то, что здесь называется рудбир. Рудбир – это такой лимонад из свеклы, ужасная гадость. Ну, тем не менее, будьте в Америке, попробуйте. Вот, он торговал этим рудбиром и закуской к нему. И закуска эта была не что иное, как гамбургская котлета, расплющенная в блин, зажаренная на гриле и, что особенно важно, засунутая в специальную круглую булку из дрожжевого теста, испеченную по уникальному рецепту жены этого дедули Оскара, то есть, собственно, бабули Оскар. И вот этот гениальный ход практически немедленно стал классикой и стал распространяться по Америке, но потребовалось еще 30 лет, чтобы за дело взялись по-настоящему одаренные и по-настоящему деловые люди. Недалеко от дедули Оскара, в Канзасе, в городе Уитчета, в 1921 году, профессиональный повар по имени Уолтер Андерсон соорудил первый дощатый киоск, раскрашенный под дикий камень. Назвал его White Castle, Белый замок. И предложил покупателям абсолютно идеальные, продуманные, выверенные до мельчайших деталей гамбургеры, которые, как из конструктора, собирались из стандартных элементов. Предлагался, собственно, гамбургер, булка, салат, сыр, лук и помидор. Вам ничего это не напоминает? Это и есть тот самый стандартный набор, который мы имеем сегодня в любом предприятии быстрого питания. Но главное, что он изобрел, были булки. Очень специальные, очень особенные булки. Вообще выясняется, что успех гамбургера – это успех его булки. Наша сила в наших булках. Вот можно сказать так. Так вот, это были особенные булки, которые не протекали. Можно было взять эту еду с собой, взять ее на рабочее место или съесть ее за рулем, что было уже чрезвычайно важно для Америки 20-х годов, потому что форновские конвейеры уже крутились на полном ходу, и автомобилистов становилось все больше и больше. И вот это стало настоящим классическим фастфудом для фермера, сидящего в седле своего трактора, для клерка, сидящего за своим конторским столом, для студента, изучающего что-нибудь такое в библиотеке, или для рабочего в синем комбинезоне, стоящего у станка. Через некоторое время к этому Андерсону, его Уайт Кеслу, присоединился его друг, довольно состоятельный человек, страховой агент по имени Эдгар Ингрен. И в следующие пять лет, то есть к 1926 году, они превратили этот Белый замок в первую в мире сеть закусочных быстрого питания. И они никакой не Макдональдс, скажу вам сразу, а вот этот Уайт Кесл первым внедрил единый специально разработанный дизайн этих будок, раскрашенных под средневековый замок. Они первыми организовали производство типовой мебели, которую расставили во всех этих будках и вокруг них на улице. Они унифицировали кухонное оборудование и все инструменты, и грили, включая, я не знаю, ножи, лопаточки, все что угодно. Они первыми одели свой персонал в единую униформу и обучили этот персонал говорить одни и те же слова. Я не знаю, говорили ли они свободная касса, наверное, нет. Но они одинаково улыбались, одинаково жестикулировали, одинаково благодарили клиента, одинаково предлагали ему свой ассортимент. Это был стандартный обученный персонал. И главное, они первыми наладили технологическую цепочку. Производство ингредиентов для своих гамбургеров, вот этих котлет, этих волшебных непротекающих булок, помидоров, сыра, соуса, лука, салата и чего там еще у них было. И до минуты рассчитали, а на самом деле до секунды, наверное, рассчитали технологию сборки итоговой этого гамбургера. И действительно, от момента, когда приходил клиент и произносил вслух свой заказ, до момента, когда он получал пакетик со своим готовым гамбургером, проходило всегда одно и то же время. И это время было очень короткое. К 1933 году этот самый страховой агент Эдгар Ингрэм был уже единоличным владельцем компании. Компания присутствовала в большинстве американских штатов. Производство было идеально оптимизировано. Цены необыкновенно быстро падали. На эту еду она становилась все доступнее и доступнее. И по специальным купонам, которые печатались в местных газетенках, посетителям предлагали 5 гамбургеров за 10 центов. Ну, понятно, что тогда доллар был не то, что теперь. И вот те 10 центов 1933 года это примерно 1 доллар и 20 центов сегодня. Ну, тоже, согласитесь, очень недорого за 5 полноценных гамбургеров. В 1936 году произошло одно замечательное международное событие. По заданию партии правительства с личной санкцией товарища Сталина в большое турне по Соединенным Штатам отправилась советская делегация во главе с народным комиссаром пищевой промышленности Анастасом Ивановичем Микояном. Ну, вот этим самым, который от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Это была совершенно эпическая экспедиция. Она продолжалась 2 месяца. Михаян собрал специалистов по разным пищевым производствам со всей страны. Людей, которые были сведущие в производстве и в хранении и в перевозке. А главное, которые умели зорко глядеть и быстро записывать. И поездка эта была потом подробно описана в знаменитой книжке воспоминаний Микояна под названием «Так было». Очень советую вам ее найти. Там много всякого прекрасного. Ну, например, отвлечемся на минуточку. Микоян пишет «В Гавре сели на французский пароход Нормандия, на котором предстояло плыть через океан». Заметим в скобках, что именно эта Нормандия именно в этот самый момент, то есть в 1936 году, была держателем той самой голубой ленты Атлантики, про которую я уже рассказывал. И она переплывала через Атлантику за 4 дня, 3 часа и 14 минут со средней скоростью примерно 30 узлов. На тот момент чудо просто. Ну, в общем, мы понимаем, что Родина не поскупилась на билеты для Анастаса Ивановича и его спутников на самый крутой пароход того времени. Что-то я сильно сомневаюсь, что они плыли 4-м классом. Тем более, что Михаян пишет «Пятидневный путь». Пятидневный, все-таки, видите, то есть они как-то не очень торопились. Пятидневный путь был чудесной морской прогулкой, прекрасным отдыхом. «Большое впечатление», пишет Михаян, «произвело на нас умение французов обслуживать пассажиров. Я невольно сравнивал все это с тем, что имелось в нашей стране и мечтал о том времени, когда и у нас будут так же хорошо обслуживать и, конечно, не богачей, а всех людей. Я решил ознакомиться с хорошими французскими винами. У меня в руках была карточка с указанием всех имеющихся сортов вин и цен на них от самых дорогих до самых дешевых. По этой карточке я, пишет Михаян, конечно, не мог разобраться в винах. Их было более сорока наименований. Поэтому я попросил виночерпия, а в ресторане был специальный официант, который подходил к пассажирам и помогал в выборе вин. Ну, это мы уже понимаем, что это сомелье на самом деле, да? Но Анастас Иванович не знал слова сомелье. Ему разрешается. Ничего страшного. Так вот, каждый раз давать нам разные, но хорошие сорта вин, чтобы я мог познакомиться с, возможно, большим количеством. Он приносил хорошие вина. Проверяя по карточке, я убедился, что все эти вина были недорогие. Как-то я спросил его, почему он не предлагает нам дорогих вин? Ведь они должны были быть лучше. Он улыбнулся и сказал, что, выполняя мою просьбу, предлагал мне самые лучшие французские вина. А дорогие сорта, добавил он, мы держим для тех богатых американцев, которые в настоящих винах не разбираются. Они слишком долго жили в условиях сухого закона, лишь недавно отмененного Рузвельтом. Вот такая зарисовка. Но вернемся к нашим делам. Из этой экспедиции Микоян привез огромное количество всякого полезного. Он привез, например, идею строительства больших промышленных холодильников. А также технологию мороженого. Вот того самого, которое потом стало знаменитым советским мороженым, как известно, лучшим в мире. Пламбир, эскимо, вафельные стаканчики и всякое такое. Вот Микоян привез это все из Америки. Тогда же появились хлебные изделия. Разные, стандартные. То, что потом стало называться батон за 13 копеек. А также то, что потом стало называться французские булки в советское время за 7 копеек. Некоторые, между прочим, помнят и цен, и вкус. Рогалики. Помните, тоже Микоян привез. Тогда же появились промышленные фруктовые соки. Вот эти самые в трехлитровых банках. Потому что Микоян в Америке поразился тому, что везде и на юге, и на севере люди пьют апельсиновый сок на завтрак. Ну, апельсинов в СССР было не особенно много, зато было полно яблок и помидоров, и вот главными советскими соками стали яблочные томаты. Тогда же появились овсяные хлопья и попкорн, привезенные Микояном из Америки. Тогда же появилось сухое молоко для детского питания и сгущенное молоко появилось тоже тогда. Тогда же появился майонез. Вообще идея вот этих масложировых комбинатов, которые производят такого рода продукцию в массовом количестве. Ну и вот товарищ Микоян пишет в своей книжке «Так было» следующие поразительные вещи. Привлекло наше внимание массовое машинное производство стандартных котлет, которые в горячем виде продавались вместе с булочкой, так называемые хамбургеры, прямо на улице в специальных киосках. Эти киоски, которые потрясли воображение товарища Микояна, это был White Castle. Это были вот эти самые предприятия быстрого питания, которые тогда заполонили всю Америку. И дальше Микоян в своих воспоминаниях пишет. Я заказал образцы машин, производящих такие котлеты, а также уличных жировин. В 1937 году мы перенесли этот опыт в некоторые наши крупные города, Москву, Ленинград, Баку, Харьков и Киев, обязав местную хлебопекарную промышленность наладить производство специальных булочек, а предприятия мясной промышленности освоить массовое производство котлет по единому стандарту и разводку их в торговую сеть в охлажденном виде. Были построены специальные киоски для уличной продажи котлет. По закупленным образцам освоено производство электрических и газовых жировин. Продажа горячих котлет была встречена у нас очень хорошо потребителями и торговля пошла бойко. Лишь война помешала прочно и широко привить это начинание в нашей стране. Но на самом-то деле мы знаем чем дело кончилось в Советском Союзе. Передовой опыт в широком смысле так внедрить и не удалось. Знаете почему? Не потому что котлеты не научились делать. Котлеты были и они дожили до самого позднего советского времени. Кто помнит магазины кулинария тот помнит биточки московские по 12 копеек. Помните? Вот это и есть микояновские гамбургеры. А вот с булочками ничего не вышло. Это поразительно. Но советская хлебопекарная промышленность не справилась с производством булок для гамбургеров. А без них гамбургер не работает. Тем временем грандиозный успех вот этого White Castle старейшего в мире ресторанного чейна многим не давал покоя. White Castle существует в десятках американских городов и теперь, но конечно конкуренты его изрядно потрепали и теперь придется хорошо поискать вот этот ресторан раскрашенный под белокаменный замок если вы хотите попробовать самых первых индустриальных гамбургеров. А многие из конкурентов получили репутацию первооткрывателей, новаторов, революционеров, хотя на самом деле они пришли на этот гамбургерный Клондайк совсем не первыми. В сороковом году братья Ричард и Моррис Макдональды открыли свою первую гамбургерную лавочку в Сан-Бернардино в Калифорнии. А по-настоящему их дело стало разворачиваться позже, когда к ним присоединился человек по имени Рэй Крок. Я вам очень советую найдите кино, оно вышло лет пять назад под названием The Founder. Замечательное кино, очень правдивое, очень точное, очень документальное, хотя на самом деле это игровой фильм про историю Макдональда и историю успеха этого бизнеса. По-настоящему они стали разворачиваться в 54-м году и тут во всем взяли за образец организационную структуру White Castle и вообще все у них передрали. Потом в 59-м появился их конкурент Burger King, еще через 10 лет Wendy's и с тех пор появляются все новые и новые сети, которые мечтают об этом успехе. Но славу гамбургера как такового, вот всю эту мощь короля мирового фастфуда уже никто и ничто не поколеблет и с трона его никто не столкнет. То, что было скромным и скудным бортовым пайком на океанских лоукостерах начала 20-го века, то стало уникальным феноменом мирового хозяйства. И по цене гамбургера экономисты научились определять уровень благосостояния целых народов, проверять степень благополучия финансов в целых странах. Вот это называется индекс гамбургера и он остается не просто остроумным, но действительно одним из важнейших параметров мировой экономики и используется довольно широко. Вот такая история. Гастрономических историй будет много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Там таких серий записано уже штук 70. И вы в описании этого видео вот там внизу увидите ссылки на самые удобные подкастные платформы, где все это можно слушать. А мы пока будем делать вот такие видео-версии и время от времени выкладывать их сюда, на мой канал. Пожалуйста, комментируйте их, пожалуйста, напишите нам, что вам здесь понравилось, а что, на ваш взгляд, можно добавить, улучшить, изменить. Мы с удовольствием будем развивать этот формат. В общем, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых историй в наших тарелках. Я Сергей Пархоменко, счастливо, пока!